Накрылась тюлью, прижала к себе ребенка и громко звала на помощь. В таком состоянии патрульные застали 38-летнюю одесситку, мать которой вызвала полицию, обеспокоившись за жизнь внучки. Патрульные видели, что она очень крепко к себе притянула эту дитину, а также выкрикивала слова про помощь и находилась в неадекватном состоянии. Это несло загрозу визуально, поэтому патрульные приняли решение забрати дитину, чтобы никакой загрозы ей не было дальше. Она ничего не объяснила, сказала, что какая-то загострение, может быть, это какая-то хвороба, только предлагала про помощь. Именно поэтому патрульные забрали дитину и уже выкликали все службы, которые были нужны. Помимо неадекватного поведения, полицейские заметили в квартире нестандартную обстановку. Вполне возможно, женщина занималась оккультными практиками. Окна были расписаны молитвами, защитными, я так понимаю, от демонов, по их словам. Да, много таких книжок было странных. Ситуацией подключилась служба по делам детей. Ей информацию от полицейских подтвердили. Угроза жизни ребенку была. Также там сообщили, что семья в поле зрения службы не попадала. После ситуации, которая произошла, безусловно, мы ее ставим на учет и будем контролировать ее со своей стороны. Значит, там есть бабушка, родная мать этой женщины, которая сразу же сказала о том, что она оформит опеку над своей внучкой. Из того, что известно нам, что мама якобы увлекалась оккультными какими-то вещами, то есть ее там привлекала какая-то религиозная направленность, оккультные, скажем так, мистические вещи, поэтому возможно, что есть расстройство психическое. Мать отправили в психбольницу на свидетельствование. Ребенок остался с бабушкой. Официального отца нет. Женщина воспитывает ребенка одна. Мы приехали по адресу, где проживает семья. Застать кого-то нам не удалось. О странностях квартиры свидетельствует лишь надпись на окне второго этажа. Молитесь, лекарства от всех болезней. Соседи нам рассказали, что женщина наркоманка. Другие говорят, злоупотребляла алкоголем. В квартире и ранее происходили конфликты. Там написано было, что ухажеры посрались, а резали труду. Это раньше. Пара, что она мужу звонила, она такая, конечно, чуть не в себе. Но, как она говорит, это у нее там не разговоры. Девочку, нам в скорую помощь замесли. Я вообще думал, что умер кто-то. Ну, потому что милиция, скорая. Потом так завернуто что-то передали в скорую помощь. А его видели до этого? Ну, так иногда. Но ребенка не видели? Нет, никогда. А когда видели ее, она нормальная или странная? Да не у меня, ему, наверное, все в порядке. Пока ребенок остается с бабушкой. В службе по делам детей говорят, что готовы помочь ей оформить опекунство. А психологическое здоровье женщины предстоит оценить медикам. От этого зависит перспектива ее дальнейшего материнства. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.